Торы это самый высоко ДПСный юнит по земле. И посмотрите, если нету крит массы имморталов, то Терен побеждает уже на земле и на воздухе. И вот этот состав он должен ломать просто всё, теоретически. Потому что это риперы. Посмотрите, посмотрите, у нас в Торы, риперы и мародёры. Всем привет, с вами Тед. И сегодня мы наконец узнаем, кто же на самом деле имба. Кто самая сильная раса, у какой расы самые эффективные юниты за их цену. И, как всегда, эффективный, качественный контент от Теда. И вы спросите, а при чём тут опять Аликс? Почему Аликс опять на превьюшке? Почему Аликс? Везде в описаниях. Всё очень просто, ребята. Те, кто меня знает, кто уже давно подписан, знают, что мне нравится эффективность. И так как одна из важных метрик на Ютубе эффективности, это именно click-through rate, то есть то, сколько раз вы жмёте на картину. У нас клёвая игра против Терена, где мы его там штормим, микрим, всё такое. Click rate у нас идёт 3,7%. Прохождение киберпанка только кулаками, то есть с жёстким условием, с приколами у нас 2,4%. На какую-то там хитрую стратегию за протосов 5% от силы набирает. То на Аликса, ребята, жмут 20% людей. На Аликса любят люди нажимать, поэтому, если вы нажали на эту картинку ради Аликса, то всем привет и от этого, и вас ждёт реально классная, прикольная аналитика сегодня и интересные всякие сражения в Старкрафте. Ну и так как я не люблю, так сказать, обманывать ожидания или ещё что-то такое делать, здесь упоминать Аликса и при этом никак не использовать его какие-то высказывания или ещё что-то в этом видео, то мы будем смотреть очень интересно с такой стороны. Считает, что протосы имбра, потому что для них нужно меньше контроля. Вот мы сейчас это и проверим, есть ли у других раз более эффективные составы, чем у протосов, у которых будет нужно меньше контроля, чтобы достигать успешного результата. Итак, я доделал эту картинку. Итак, я доделал мою таблицу, где мы рассчитывали эффективность юнита. Эту табличку я допилил. Я в неё добавил теранов и зергов. Как вы видите, за зергов у нас намного меньше опций, и это меня привело к такой классной мысли. Зерги самая непопулярная раса, это если основываться на статистике с ранки ПТВ. Больше всего игроков за теранов, меньше всего за зергов. Как раз таки по той причине, что у них просто меньше вариаций юнитов. То есть за зергов вы намного быстрее попробуете всех юнитов против всех других возможных юнитов, и всё, и вам как бы уже начинает всё надоедать. Тем не менее, давайте посмотрим на интересные вещи. Табличку, кстати, можно скачать спокойно. Ссылочки в описании, как всегда. Отсортируем юнитов терана по ДПСу. Гост, который использует... Я посчитал, что у него будет три снайпшот. Мейт, конечно, один из самых высоких ДПСов. Но опять же, снайпшот требует энергию, и нельзя это точно считать за чистый какой-то ДПС. И ещё раз, цель вот этого всего видео, всей таблички, чтобы понять, какие составы армии будут работать. То есть мы собираем состав армии в вакууме. Просто вакуумный состав армии, основываясь на эффективности затраченных на них ресурсов. На юнитов. И мы видим, что Тор, который бьёт по земле, имеет очень огромный ДПС. И что очень интересно, также Тор имеет одни из лучших показателей эффективности затраченного ресурса на то, что мы получаем от него количество жизней и количество его ДПС. В прошлом видео я как раз-таки эту таблицу по ходу делал, по сути, вместе с вами, во время того, как его записывал. Но сейчас мы будем тестить. Поэтому погнали в игру. Таблицу я сворачиваю. И кто хочет, просто её скачайте, откройте, пока смотрите видео, и можете к ней обращаться. Но я вам и так буду объяснять. Я юнитов распределил ещё по рангам. То есть, С-ранг – это самый лучший. Потом хуже – это А, Б и С. Трёхуровневая система такая, градация. Как можно, к примеру, составить классный состав затирана? Давайте посмотрим на самых лучших по эффективности, по минералу юнита. Мы видим, что это Тор, Мародёр, Хелбат. Заметьте, да, Хелбат очень эффективен, почти в топе находится. И потом дальше идёт Бэтлкрузер. Отсюда рождается такая тема. А что, если вот как раз-таки собрать такой состав? И для начала, пока не забыл, вот один из комментариев к прошлому видео по табличке. Как раз-таки меня Александр просит проверить 70 мариков 3.3 под стимпаком против скайтот. И я там как раз ответил, что грейды не работают. В принципе, они не меняют общее отношение эффективности юнита. То есть, они как бы работают как элемент механики и динамики игры. Но при этом они катастрофически не меняют ничего происходящего. И вот смотрите. Мы возьмём просто для демонстрации скайтоса. Возьмём 70 мариков. Марики, к ним сразу 4 медивака, к примеру. Или 6. 6 медиваков. То есть, 80 лимита. Скайтос. Берём такого же скайтоса по лимиту. Почему 70 мариков, я не знаю. Мы сейчас сделаем ещё с максимальным соотношением. Вот. Ну, скайтос мы возьмём, к примеру, глупых батонов только. Чтобы нас было поровну по лимиту. Прожимаем стимпак. И вот без грейдов это выглядит вот так вот. То есть, в юнит-тестере, в конце концов, марики вот так остаются один на один с интерсепторами. Тут интерсепторы бесплатные. И вроде что-то не очень. Но опять же, что такое 70 мариков? Это особо ни о чём. Возьмём приближенные к реальным лимитам. То есть, 100 мариков. Естественно, добавим, например, там, парочку вайдраев. Их всегда может быть, там, 4 вайдрая. Ещё пара керриеров. И всё. И вот у нас ровный лимит. И на ровных лимитах уже скайтос не будет работать. То есть, он там работает на каких-то определённых лимитах. Здесь под стимпаком марики уже в крит массе начинают просто выносить интерсепторов. Потому что интерсепторы не очень эффективны по своим именно показателям. В конце концов, добив всех интерсепторов, у ТОСа кончаются патроны. И марики его, естественно, побеждают. Именно такая же история будет происходить, если мы сделаем грейды 3-3. Конечно, много очень зависит от того, сколько там заряжены керриеры или нет. Как видите, очень разные ситуации могут быть. И мы здесь для этого и собрались, чтобы понять, какой же состав имбовый. Возвращаемся к нашей истории, у которого самые эффективные юниты по ХП. Это Торы, Баттлкрузеры и Хеллбаты. В чем забава? В том, что вот здесь, за вложенный минерал, вы получаете очень классную эффективность именно количества жизней вашей армии. Где могут быть просадки? То есть, естественно, у каждого юнита есть какая-то своя тег. То есть, механические бронированные. И если изначально соперник понимает, ну, к примеру, ваш план и что вы хотите сделать, то он будет, конечно, вас иметь возможность законтрить вот так вот. И в этом красота и прикол Старкрафта, что все начинают там хитрить, думать, ну, почему так никто не делает в игре? Вот, например, кстати, Баттлкрузеры выиграли воздух, эти выиграли землю. Ну, короче, много различных таких ситуаций. Потому что все равно все играют в игру. У всех есть такая логика, что мы должны открыться в каких-то юнитах. К примеру, это там парочка зилотов, парочка сталкеров. Сталкерами мы должны поконтролировать карту, перейти, к примеру, там в колоссов немножко, чтобы у нас был сплэш. Потом колоссы уже становятся неэффективны, нам нужны имморталы. И как-то так. И мы сейчас будем пытаться против стандартных составов войск протасов, к примеру, использовать состав, наш имбовый. И вот имбовый состав, мы его будем рассчитывать по такой сумме. У нас должно быть не больше 5000 газа и не больше, чем 7-8 тысяч минерала. То есть это та сумма, которую вы собираете на 10-й минуте. В этом прикол, что как бы вот этот вот лимит, например, Баттлкрузера, ой, этих батонов, он как бы физически невозможен к сбору, потому что он предусматривает то, что вы вот должны только их строить и вообще больше ни одного юнита не должно у вас происходить. Поэтому такого, естественно, состава просто не будет. Вот. А выжить на торах может быть почти можно. И в чем забава? В том, что 10 торов, 10 баттлкрузеров дают нам в сумме 120 лимита. Мы рассчитываем на 3 базы, допустим, что у нас еще где-то 60 рабочих. И мы получаем 8000 минерала, 5000 газа. Ровно. Просто ровный состав. И вот этот состав, он должен ломать просто все. Теоретически. Теоретически. Потому что у него очень много эффективного ХП. Опять же, он проиграет лимиту темпестов какому-нибудь. Но если это будет там, все, у нас ровные лимиты. Наш лимит дороже за террано. И посмотрите, посмотрите, как этот лимит сражается. Мы просто нажали Аклик. И мы смотрим, смотрим, что будет происходить. Торы это самый высоко ДПСный юнит по земле. Баттлкрузеры это один из самых ДПСных юнитов за террано. И это еще вдобавок отличное эффективное ХП. И посмотрите, мы выиграли, у нас 12 юнитов осталось. То есть, если мы протасу дадим, например, еще 5 имморталов. То есть, еще 20 лимита наверх. Что с нами произойдет? То есть, вот эти вот имморталы, они смогли выиграть бой. И у протаса осталась наземная армия. Но воздушный он не смог победить. Поэтому ему нужно как-то воздушную победить. У него забираем немножко имморталов, добавляем, к примеру, темпестов. Опять же. 5 штук. То есть, опять, протаса на 20 лимита больше. И посмотрите, если нету крит массы имморталов, тут сервен побеждает уже на земле и на воздухе. То есть, протасу нужны какие-то очень-очень-очень правильные составы войск, чтобы вот это все хоть как-то пробить. И то при этом мы заметили, что он пробивает землю, но не может отбить воздух. Потому что просто у нас очень-очень много жизни в нашей армии. и очень много ДПС. Поэтому первый состав, который бы я хотел попробовать, это будут Торы, Баттлкрузеры и Хеллбан. Если мы сортиранем по эффективному ДПСу за минерал, то мы получим, что очень эффективно играть Торы, Мародеры, Викинги. Тот же состав у протаса. Давайте. Торы, Мародеры, Викинги. Я ошибся. Риперы. Я смеюсь, потому что это риперы. Посмотрите, у нас вторы, риперы и Мародеры. Вот почему такое никто не строит? Потому что в принципе логически это очень бредовый состав. Логически очень бредовый. А физически должен быть прикольный. Я правда не вижу, чтобы риперы атаковали. Скорее всего проиграем эту битву. Не знаю, сейчас посмотрим. Просто мне интересно посмотреть. Я не понимаю, чем все это закончится. но посмотрите, мы побеждаем протаса. Мы просто по нему проехались, у нас в армии риперы, у нас в армии риперы. Это такая-то дичь. Потому что за вложенный минерал, у нас на равных количествах потраченного минерала, риперы имеют именно хорошее КПД. Я потестил, это работает и против зергов, то есть это можно смело играть, это реально работает, то есть составы будут побеждать. То есть дальше у нас есть пункт эффективное хп за газ, и как раз-таки там, естественно, так как у нас утерано много юнитов, которые стоят ноль газа, такие как марики и хелбаты, гелионы, они тоже всегда будут иметь место быть в нашей армии. И вот мы берем марики, мародеры и хелбаты. Вот такой вот у нас интересный состав. Хелбаты просто имеют эффективное хп, поэтому они должны стоять впереди, это важно будет. То есть они должны оттанковать, сделать свое эффективное хп. К примеру, хелбатов вместо танков очень никогда вообще никто не берет. А может ли это сработать против протоса? как вы видите, терран в конце концов пробивается через армию протоса. У таких составов могут быть проблемы только с грейдами, потому что грейды протоса будут работать на всю армию, у террана конечно же не на всю армию они будут работать как хелбаты механические юниты. тем не менее ДПС мариков и мародеров все равно катастрофически превосходит большинство юнитов протосов по ДПСу и на грейдах это значительно выглядит все жестче и посмотрите просто как с грейдами мы проломились через протоса то есть мы просто проехались и спокойно быстро его уничтожили и это ребята будет третий состав сейчас я просто нахожу такие же составы по такой же схеме за зерго и за протоса и погнали их по тесте ну за зерго к сожалению как я и говорил особо ничего интересного ждать не стоит все юниты нам известны что важно понимать что по минералу самый эффективный юнит который дает больше всего хп у нас это роуч ультралиск и зерлинг зерлинг в общем плане нам дает очень много именно хп на армию единственное что стоит учитывать что зерлинги конечно же от сплэша начинают сыпаться но к примеру состав из бэйнов зерлингов ультралисков врачей ядры скорее всего должен прорываться через протоса и да мы видим весьма успешно идет прорыв то есть если у нас ультралисков нету в принципе подойдут и просто врачей побольше то есть не стоит строить очень много гидры побольше лучше зерлингов и рачей это даст вам больше намного эффективного кп а гидра сзади уже подамажит то есть дпс у гидры самый лучший у зерга как вы видите и без ультралисков мы отлично проломили протоса как оказалось протосы были имбой только тогда когда мы смотрели только протосов а в общем плане у них дпс просто грустные у юнитов эффективное хп за вложенный минерал тоже грустная с большего ну кроме архонтов ну там понятно да то есть они просто не стоят практически минерала зато очень очень много газа стоит поэтому прям подобрать что-то интересное за протоса было тяжело и в принципе я подумал что забавно будет подмешивать вайдреев в составы то есть мы не играем в армаду армада оказалась не самой эффективной хотя в игре конечно она выглядит жесткой имбой но нет и вот такие составы где у нас архоны имморталы и вайдреи выглядят очень очень круто то есть в общем плане это получается намного эффективнее чем колоссы те же использовать и если мы с этими юнитами сможем выживать против тераная зерга теоретически вот это будет один из лучших составов и в принципе такой состав даже переживает какие-то мощные атаки зергов как же это будет работать в игре так pvp наша цель создать 4 иммортала 4 вайдрея и к этому времени нам нужно наделать достаточное количество собственно делов и архонтов сейчас будем подумать как это сделать стандартно открывшись и отбиваясь от различных нападений от адептов вражеского протиса мы поставили роба и старгейт одновременно затем добавив сумеречный совет и форжу вайдрея помогали сделать так чтобы к нам соперник не мог залететь с воздушного пространства а вся остальная армия не давала пройти к нам в лоб было принято решение не выходить в третью базу просто макситься 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 с двух баз не ждать конечно же 200 лимита пойдем в атаку чуть пораньше ну и внезапная атака этим составом увенчалась конечно же успехом ребята очень мощный состав реально юниты максимально эффективные они просто проехались катком по нашему сопернику и всем рекомендую такое даже попробовать поиграть очень классный состав реально попробуйте прикольно даже в пвп работает в следующей игре против терна решил поставить пораньше третью базу играл в стандарт но опять же я знал какой состав войск я хочу делать и я его делал робо 2 гейта потом твойлайт фаржа развиваемся строим наших имморталов готовимся строить и вайдреев тоже то есть не спешим с эстергейтом но потом вайдреев будут в любом случае разведав баньшей я понял что они будут с инвизом и решил наделать фотонок чтобы мне не беспокоиться за свою минеральную линию баньши были легко отбиты потому что конечно же у нас везде есть фотоночки с дропами тоже проблем никаких особых не возникало все было отбивалось все достаточно просто легко и мы масили 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 собирали свой супер классный состав и пришло время показать протасу что протас это имба что террину пора завязывать потому что это очень жесткий состав и посмотрите как он пролетает он просто архоны врываются сталкеры дамажат имморталы просто просто сносят как катки эти танки вайдреи не знаю что делают вайдреи но они тоже дамажат потому что они очень эффективные юниты и просто пропадает с лица этой игры вся армия террена вот так вот жестко эта армия может проезжать это просто фантастика следующими я решил протестировать зергов у зерга достаточно простой понятный состав тестить решил без ультралисков пока что остановиться на более простой версии мы играем против протаса кстати обязательно ставьте комментарии лайк и главное комментарии напишите как вам вообще такие игры в эти составы то есть хотите ли вы увидеть полные игры с комментариями где я играю в эти всякие имба составы обязательно напишите и за какую расу и может какие составы вам больше интереснее из этого видео именно которые были представлены план был просто замасить экономику и собирать состав но протас решил совершить сумасшедшую атаку с одной стороны он нападает адептами а с другой стороны меня ждал сюрприз с другой стороны это будет нападение грелок грелки это очень страшные юниты вайдре они просто приходят и начинают крушить зерга но квины и гидра в этом составе конечно же могут их отбить смотрите да он лишил меня газа но мы как-то как-то отбились конечно адепты убивают дронов и убили квину ну что ж поделать зато от грелок мы отбились и я продолжил все делать по плану собирать состав играя полностью вслепую и не знаю сколько басу протаса еще до девятой минуты у меня получилось собрать 200 лимита и я иду в атаку в этой атаке конечно же произошел сюрприз оказывается протас халявил и уже занял 4 базы при этом полностью обмазался фотонками и батарейками я понимаю что это имба и не пробить но думаю я же протестил мой состав работает и посмотрите вайдреи против практически полностью наземной армии которая не стреляет по земле потому что у меня мало гидролизков пришлось принимать очень-очень-очень неординарное решение я сначала выстрелил всю экономику на второй базе и думаю ладно хорошо по вайдреи мы стрелять не можем надо что-то делать идем идем убивать ему третью базу а там еще ждет четвертая обязательно кидаем инъекции и это нельзя пропускать и тут я думаю что же мне бить на четвертой базе здесь статика здесь пилоны я думаю я попробую уничтожить саму базу и посмотрите да вайдреи они сильные их невозможно победить но базы ложатся очень быстро а у тараканов очень много эффективного хп и вайдреи хоть и имеет бонус урон у нас по тараканам они не могут вот их очень быстро уничтожить эти тараканы спокойно уничтожают третью базу и бегут домой дома тем временем до заказа гидры и готовимся готовимся к контратаке готовимся потому что сейчас протас придет нас крушить и хоть мы ему уничтожили часть экономики у него все таки есть и четвертая база у него с экономикой все должно быть в порядке ждет нас суровая битва конечно же до заказа гидры решил все вопросы с суровой битвой и мы пошли сражаться но там уже был шторм шторм это ужасно просто вся армия зерга начинает ложиться но мы убиваем сурмеюков мы начинаем ломать вайдрей у нас не получается попасть байлами приходится опять сбежать домой но план все такой же играть только в эффективный состав суть эффективного состава в том что я постоянно как бы я не разменивался скорее всего размениваюсь эффективней вот и все и в том же стиле с трех баз мы спокойно доламываем протаса игра была крутая напряженная но мы своим именно четким эффективным составом смогли победить и показать что зерги имба игра затерна началась с сумасшедшего чиза от зерга пришлось отбиваться и отбиваться зерга оказался очень сильным и даже после отбития мне пришлось очень долго чистить крип он распространил крип с моей половины практически на всю карту до своей половины наделал прокси бас и раскачал свою экономику естественно намного быстрее чем я тем не менее я знал что мой состав максимально окликовый и способен победить даже с одним АПМ несмотря на отставание к 11 минуте мы смогли собрать 200 лимита наших батлкрузеров торов и хеллбатов немножко мариков рэйвин то есть есть такие подмешки батлкрузеров у нас маловато есть над чем поработать нужно поработать над билдом немножко возможно но я чувствую что состав должен сработать и вот мы идем и видим что зерга очень много что это гидра люркеры и бейлинги и мы просто нажимаем оклик просто оклик и смотрим смотрим что будет происходить смотрим как торы и батлкрузеры сражаются с гидрой мы понимаем что наш мегаэффективный состав просто смял зерга здесь произошел маленький такой нюанс ребята так как у меня терр не мейнраса я что-то забыл как террены находят невидимых юнитов я привык что за зерга вам нужно с собой иметь оверсера за прот саб сервера а за террена можно было просканить но я не просканил поэтому все торы у меня полегли от люркеров и началась затяжная битва затяжная битва потому что зерк был очень силен он на данный момент уже имеет практически все занятые базы максимальную экономику и производство он производит немеряное количество юнитов у него есть все ответки и у нас будет битва полного оклика конечно не получилось но не сказать что здесь я очень напряженно контролю потому что мы нападаем с двух сторон и у нас с двух сторон идет битва идет битва здесь посмотрите бутылкрузеры только вышедшую гидру просто сминают но здесь есть плетки здесь есть гидра здесь есть порки что-то куча-куча защиты и нужно думать как мы можем сражаться нужно решить и я понимаю что бутылкрузеров есть сумасшедшая способность это прыжок и сейчас нам нужно будет его использовать чтобы добивать додавливать эту базу иначе зерк будет развиваться дальше потому что я играю только с трех баз я не собираюсь ставить новых баз мы будем играть именно с этого производства и посмотрите тактический прыжок внезапно зерк понимает что стоит уже отступать но мы появились и полностью его прогнали занимаем эту базу и мы уже готовы скоро стрелять нашими ямато пушками последняя линия обороны зерга люркеры и караптеры и мы заряжаем ямато каноны и начинается у нас великолепная битва посмотрите самый эффективный состав армии просто бабах и видим только экспуф в тумане войны вот так вот работает наш F2 состав затеррано состав затеррано реально прикольный если мех кто такой хочешь больше меха ставь лайк пиши коммент с вами был Тед надеюсь вам понравилась аналитика надеюсь вы тоже нашли для себя какие-то новые прикольные составы ну и не забывайте подписаться чтобы не пропускать новых видосов где будут представлены все эти составы уже в более длинных прикольных классных играх всем пока